Антон Соя. Ёшка идёт в школу или приключения трёхсотлетней девочки. Первая часть. Первая сентября. Первая глава. Скоро в школу. Не успела ёшка забежать в избушку, как с порога услышала строгий голос бабушки. «Всё носишься с детворой, как заведённая, а ведь чай не девочка. Тебе уж двести семьдесят семь лет миновало. Хватит баклуши бить да в компьютерные игры играть. Через неделю первое сентября. Вот и пойдёшь учиться в хорошую школу. Не школа, а сказка. Я с директором уже договорилась». Твёрдо сказала Ёшке старая баба-яга. Она сидела спиной к внучке в своём любимом кресле-качалке из гнутого ясеня и смотрела без звука в телевизоре своё любимое шоу «Избушка-2». Сутулую спину Яги укрывала цветастая шаль. На голове красовался фиолетовый парик, а на огромном носу сидели очки-велосипед с оранжевыми стёклами. Вот такая яркая бабушка досталась Ёшке. Сама Ёшка выглядела как обычная семилетняя рыжая девочка с торчащими в разные стороны косичками, вздёрнутыми веснушчатым носиком и озорными зелёными глазами. Только баба-яга знала, что зашеловливая ягоза и вредина прячется под этой невинной внешностью. «Беспокойная душа с моторчиком в одном месте и вечно зелёной головой полной сюрпризов!» Это самая мягкая характеристика из выданных за неполные триста лет бабой-ягой любимой внучки. И к тому же абсолютно справедливая. «Ну подумаешь, разбила пару баклуш. Так что, сразу в школу?» Обиженно протянула Ёшка. Голос у неё был хоть и детский, но мощный, как и ерихонская труба. «Не хочу! Зачем мне школа? Я и так умная! Умная да неграмотная! Видела я, как ты в Тернете с друзьями общаешься! Страх на городах! Наш дом с курьей ножкой то лучше пишет! А я ведь с Пушкиным тебя знакомила! С Гоголем!» «С Моголем!» Передразнила бабушку вредная Ёшка. «Нечисть в школу не принимают! Мы это уже сто раз проходили!» «Школы такой раньше не было! А теперь есть! Спецшкола-интернат-сказка номер двенадцать для вымышленных и персонажей!» Бабушка гордо подняла длинный крючковатый палец к низенькому потолку избушки. «Ладно, ладно, бабушка! Еще неделя лето впереди! Пойду, пойду я в твою школу, не волнуйся! Только обязательно с Баюшей! Я своего кота не брошу!» Баюн серый в полосочку толстый пушистый кот, услышав свое имя, мягко спикировал с печки, из разцы которой расписывал еще сам Виктор Васнецов. Он подошел к своей маленькой хозяйке, потереться о ее ногу с вечно разбитой коленкой. Что поделать? Уж больно любила ежка погонять с местными ребятами в футбол. Живут-то они с егой рядом с футбольным полем. Очень удобно. Не то, что триста лет тому назад. Тогда здесь стоял вековой дремучий лес, полный дикого зверья и всякой такой же дикой нечисти. Дом Яги на могучих курьих ножках веками надежно прятался в лесной чащобе от людских глаз. Но люди, которым всегда всего мало, постепенно вырубили. Выкорчевали сказочный лес, проложили дороги, понаставили столбов с электрическими проводами, а недавно еще добавили к ним вышки мобильной связи. Зверей в лесу почти не осталось, а из нечисти только баба Яга с внучкой задержались. Все остальные в города подались. Там и спрятаться легче, и жизнь сытнее. А Яга с Ёжкой не стали экологически чистый лес на пыльный город разменивать. Тем более, что им достойное занятие нашлось — городских детишек развлекать. Поляна их теперь в ближайшей области от столицы оказалась и вошла в территорию большого парка развлечений. Важные комиссии из города в избушку на курьих ножках приезжали. Сказали Яге с Ёжкой, что теперь их изба — памятник русской сказочной культуры. Еще попросили, чтобы они внутри ничего не меняли, евроремонта не делали и, главное, никого не ели, только развлекали и добрые представления всякие разыгрывали. Так бабка с внучкой и жили последние десять лет. Сами не тужили и другим тужить не давали. Ёжка мальчика-жихарку по выходным на представлениях играла, на лопату садилась, но в печку не лезла. Дети радовались. Яге большую пенсию, как самые древние старушки в стране, платили, а ёжке не платили, слишком молода выглядела. Говорили, что таких древних девочек не бывает. Но Ёжка не очень-то расстраивалась. В общем и целом, все были довольны. Баба Яга с Ёжкой на пенсию новый домик рядом с избушкой выстроили, со всеми благами цивилизации, как полагается, телевизором, туалетом, ванной и интернетом. А в избушке на курьих ножках по-прежнему работали нечистой силой. И вот, пожалуйста, теперь Яга какую-то школу придумала. «А кто же за меня будет в Жихарку играть?» — спросила Ёжка. «Найду в Тернете какого-нибудь талантливого мальчика», — вздохнула Яга. «А что делать? Образование важнее». Вторая глава. Первое сентября. Огромный деревянный терем между Пушкиным и Павловском строили для туристов. Но они не ценили новый шедевр деревянного зодчества и частенько плохо себя вели. Поэтому местные власти отдали его со всей прилегающей территории подсказочную школу. И сегодня терем был готов принять первых учеников. В этот день Баба-Яга в нарядном черном платье с узором из черепушечек, перечеркнутых куриными косточками, фиолетовом парике и темных очках на мясистом носу, выглядела как рок-звезда на пенсии. С утра она заплела Ёжке тугие рыжие косички, вымыла ее в семи водах со скипидаром, достала из скрипучего сундука, обитого кованым железом, серое, скромное платьице с кружевным воротничком и смахнула на дощатый пол слезу, выкатившуюся из-под колеса очков. — Это еще чье? — поинтересовалась Ёжка. — Лучше и не спрашивай, внученька. Такая хорошая девочка была. — Бабушка, как не стыдно? — Стыдно? Так я ж дремучая была, как лес вокруг. Ты ведь знаешь, Ёжка, я уже почти триста лет вегетарианка, с тех пор, как с тобой, внученька, живу. Баюша, а ну-ка подь сюда! Поспешила сменить скользкую тему Яга. Кот, страшно недовольный тем, что его тревожат с утра пораньше, надулся, как пушистый воздушный шарик. Но все же подошел, сердито мурча под нос. — С утра мура, 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 опять мура какая-то! Яга и Ёжка, услышав его песенку, тут же принялись зевать и поскорее замахали руками, прогоняя источаемую котом дремоту. — Тихо, тихо! Не ругайся, котик! Для тебя задание серьезное есть у меня. Пойдешь с Ёжкой в школу, будешь на уроках спать, а после школы внученьку мою охранять. Она же еще такая маленькая! Яга опять смахнула непрошенную слезу. — А у тебя, коток, зоркий глазок, коготки железные, зубки острорезные, шерстка электрическая! Баба Яга потрепала кота за ухом, и он перестал мурчать и сердиться, но еще больше надулся от осознания важности своей миссии. Любил Баюн, когда его хвалили. А еще больше любил важные задания. — Да ладно тебе, бабушка! Баюша, отродясь, никого когтем не трогал. Зачем ему, если он как запоет, замурлычет, всяк заснет? Что мышь, что путник, что воин, что разбойник. — Изъясняешься ты, Ёженька, уж больно литиевато и коряво, как министра по телевизору. Ну ничего, школа тебе поможет. Будет у нас в роду первый ученый. Эх, жалко, мамка твоя не дожила. Маму свою Ёжка никогда в сознательном возрасте не видела. Только знала семейную легенду о том, что она была распрекрасная, но не очень добрая красавица, и подкинула Ёжку бабушке-младенцем на воспитание, а сама подалась из леса в Европу, где несколько веков подряд была известна под разными именами. О матери Ёжке слагали песни, писали романы, за нее бились на дуэлях. Но это совсем другая сказка. Баба-яга, Ёжка и кот Байон при полном параде вышли во двор. Бабушка с внучкой нарвали гладиолусов с клумбы у крыльца. День выдался чудесным. Погода летная, как по заказу. В высоком ясном синем небе не облачко. Рыжая солнышко улыбалось Ёжке насмешливо, но по-доброму тепло, словно спрашивая, «Куда собрала, сестричка?» Ёга отперла бетонный гараж и выкатила во двор реактивную трехступенчатую ступу Ёга-Ар-100, типа Кадиллак, со съемным верхом. Или просто Ямобиль, как называла ее Ёжка. Это раньше ступа у Яги на угле да приметле была, а теперь стала похожа на летающую тарелку. Только вот не тарелка, а все-таки ступа. Да-да, это нашу бабу-ягу принимают за НЛО. Особенно смешно и весело получалось, когда она катала в ступе внучков Вудянова, таких маленьких зеленых человечков. Но это опять другая сказка. А в нашей сказке Ёжка надела легкий кожаный летный шлем и такой же, только маленький, натянула на голову Баюша. Потом закинула за спину оранжевый летный ранец из кожи гигантской летучей мыши, и такой же, только маленький, помогла надеть Баюша. В рамцах лежали парашюты, а у Ёжки еще и большой синий букварь, старые счеты с настоящими костяшками, трофейная губная гармошка, тетрадки в полосочку и клеточку, вечная ручка и карандаш Кохинор, который Баба-яга называла палочкой Коха.